Федор, ну я еще раз повторю новость. Ведомости пишут, что вместо Зюганова на выборы может пойти Харитонов. Как вы считаете, так КПРФ пытаются забронировать себе второе место после Путина, или это наоборот перестраховка, чтобы Путин точно смотрелся выигрышнее всех? Кандидат Харитонов это что? И кто? Ну, во-первых, Харитонов уже участвовал в президентских выборах. То есть это не какой-то случайный новый кандидат, и это даже не Грудинин. Он участвовал в выборах, насколько я помню, по-моему, в 2004 году и получил очень скромный результат, потому что электорат КПРФ очень сильно ориентирован на фамилию Зюганова. Если вместо Зюганова появляется другая фамилия, это, ну, как бы очень многих отпукивает. Тем более, что электорат КПРФ очень сильно пересекается сейчас, ядерный электорат, с путинским, ну, потому что за Советский Союз, за Сталина, вот это вот все. И вполне логично, что не найдя в бюллетене привычную фамилию Зюганов, люди скажут, зачем голосовать за Харитонова? Ну, вон, проголосуем за Путина. А Харитонов соберет голоса такого чисто партийного электората, то есть у него будет очень скромный результат, и, очевидно, в этом и есть смысл. Но подозреваю, что Зюганов не будет выдвигаться по состоянию здоровья, потому что ходят слухи, что он совсем плох, и это, очевидно, главная причина, почему его нельзя выдвигать. То есть можно сколько угодно шутить, что полумертвый, значит, Зюганов был бы очень гармоничен, и на его фоне Путин казался бы молодым и здоровым. Но, очевидно, все настолько плохо, что приходится выдвигать просто никого. То есть вот Харитонов — это такой для большинства избиратель, нуный, непонятный, невзрачный человечишка, у которого все заслуги в жизни, что он сидит всю жизнь протираешься на Государственной Думе. И, как, собственно, вот в статье «Ведомостях» напоминает, что ему недавно Путин вручил орден Героя Труда. То есть он, сидя вот уже много созывов в Думе, он героически трудится таким образом. И вот это вручение ему звания и награды Герой Труда, это Путин ему, очевидно, показывает, насколько Путин ему доверяет, насколько Путин уверен, что Харитонов не подведет, не скажет ничего неудобного, не поставит его в неудобное положение и так далее. Поэтому Харитонов — это, ну, какой-то суперстерильный вариант, а также, наверное, лучше, чем Зюганов для, так сказать, Путина. Ну, а Грудинина, я так понимаю, КПРФ просто боятся выдвигать или в Кремле боятся, что он выдвигается? Нет, ну, конечно, Грудинина, во-первых, Грудинин, не надо из него делать бойца. Грудинин оказался на свою голову тем, кем оказался. У него был простой жизненный план — выдвинуться в президенты, поучаствовать, получить немножко, значит, ну, какой-то приличный процент, который ему предписан был, после чего спокойно засидеть в Государственной Думе, может быть, дорасти до поста сменщика Зюганова, да, потому что если бы он выступил хорошо, логично, на кого ставить партию, ну, вот на Грудинина, на политика номер два в России, да, что Зюганов — политика номер два, всю дорогу. Но что-то пошло не так, Грудинин многим приглянулся, зашел как-то, или он сам увлекся, и он получил, ну, не получил, а, судя по всему, вопросы показали, что он гораздо популярнее оказался, чем на то рассчитывали в Кремле, и его начали мочить. То есть они сами же его благословили, и сами его мочили-мочили, пинали-пинали, и, в общем, теперь он, конечно, невозможен, как кандидат от КПРФ, потому что мало того, что он, ну, харизматичнее Харитонова раз примерно в тысячу, да, а, во-вторых, он еще теперь и мученник, потому что, ну, те, кто следил за ним, и те, кто за него голосовали, вот этот коммунистический электорат, они помнят о нем и знают, что его всячески там мучили, преследовали, а это очень украшает кандидата. Зачем такое нужно? Нет, конечно, никого в груди не будет. Я думаю, что, вот я уже сказал, Харитонов, это по нынешним временам просто какой-то идеальный кандидат для КПРФ, то есть просто абсолютное ничтожество какое-то. Ну, и между тем, хочу к другой истории перейти. Обратил внимание на то, что происходило с Львом Скорякиным. Напомню, его увезли из Кыргызстана в Москву, и изначально преследовали за акцию против ФСБ. В итоге сейчас его отпустили, и отпустили только со штрафом. Понятно, что абсурдно вообще за то, что сделал Лев, он там просто с плакатом вышел, человеку назначать штраф или вообще как-то преследовать уголовно, но в нынешних российских реалиях штраф это прямо, что называется, оттепель. Похожая история тоже штраф вместо срока у Бориса Кагарлицкого. И вот на ваш взгляд, это все происходит перед выборами специально, опять же, какие-то намек на оттепель и так далее, подобревшего диктатора, или тут вообще нет никакой связи, и тем более для Путина нет необходимости кого-то жалеть? Ну, для Путина, может быть, нет никакой необходимости, а для тех, кто занимается его компанией, они вполне рассматривают такой вариант, то есть создать некоторое количество кейсов, чтобы потом ими апеллировать. Например, в России репрессии. Да какие репрессии? Вот, пожалуйста, человек, так сказать, вышел с протестом, ну да, протест незаконный, штраф выписали. Репрессии против блогеров? А вот, пожалуйста, Кагарлицкий, ну что ж, ну, видите, штраф выписали, заплатил, значит, на свободе гуляй. Может быть, они еще какое-то количество кейсов таких создадут? Главное заметить, что при всем, так сказать, уважении Кагарлицкому, человеку заслуженному на самом деле, в целом, конечно, речь не идет о каких-то ключевых узниках режима. То есть можно выпустить какое-то количество активистов, случайных людей, которые попали под раздачу или просто перестать закручивать гайки на время, и это создаст у основного массива населения, ну, даже того, кто к Путину относится плохо, такое благостное настроение. Почему? Потому что людей очень сильно пугают как раз репрессии против себе подобных. Ну вот, там, обычный простой человек что-то написал в соцсетях, а его посадили. Ему страшно становится, да, другим людям. Вдруг меня тоже посадят. А им сейчас скажут, да вы не бойтесь. Нет, это сажают только вот таких вот уже отпетых, так сказать, негодяев. А вы простые люди, вы не бойтесь. Ну, вам штрафу наделать и то, если будете сильно вести. Поэтому я подозреваю, что это может быть какая-то политика не Путина. Естественно, Путин сказал, что вот тех, кто мои узники, их не трожь. Да, там Навальный, Яшин, Карамурзай, еще, может быть, какая-то линейка людей. А кого-то, кто не представляет такой угрозы, вполне можно, очевидно, как-то перестать. Сильно карать. Я думаю, что то же самое, я уже, по-моему, про это говорил в вашем эфире, будет и с мобилизацией, да, с этими самыми мобилизованными. Вполне можно отпустить какое-то количество вот этих вот самых мобилизованных под фанфары и под аплодисменты, сделав репортажи, сказать, да нет, никакой проблемы. Видите, ротация началась, люди возвращаются. То есть так, в принципе, делаются политические кампании, когда на каких-то незначительных кейсах отыгрываются большие и неприятные информационные поводы. А вот тогда в таком случае, на ваш взгляд, вот сейчас пропажа Алексея Навального, то, что мы не можем узнать, где он находится уже несколько дней, это что, это безнаказанность и пофигизм всиновцев или буквально месть за начатую кампанию против Владимира Путина? Ну, мне сложно на самом деле гадать, и особенно на гадательной человеческой судьбе я тоже по этому поводу очень переживаю. Меня больше всего беспокоит то, что перед его исчезновением были сведения о том, что ему стало плохо со здоровьем. Поэтому моя версия, что его прячут от людей, потому что у него, ему плохо. Его, очевидно, нельзя показывать ни людям, ни адвокатам, потому что будет видно, что он болен. Поэтому, возможно, его пытаются каким-то образом вылечить, привести в какое-то, значит, более-менее здоровое состояние, чтобы потом сказать, а что ничего такого не было. Видите, человек встал плохо, мы его вылечили, вот, пожалуйста, жив-здоров. Ну, это моя такая версия, да. То, что все это совпало с началом кампании, да, тоже похоже на правду, потому что, естественно, с началом президентской кампании надо его изолировать полностью, чтобы его слова не звучало, чтобы его выступления не было, чтобы те, кто на него кидаются грязью, они из каждого утюга, а его самого, чтобы было не видно и не слышно. Это довольно просто сделать, на самом деле, достаточно его спрятать от адвокатов, и мы ничего не будем знать о том, что он там говорит, думает и так далее. Они пытаются перерезать эту нитку сейчас, проводят, очевидно, учения, смотрят, как на это реагирует окружающий мир. Я вижу, что мир реагирует очень хорошо, в том смысле, что по всему миру крупнейшие медиа, действительно, по всему миру, мне вот пишут люди там из Сербии даже, казалось бы, даже не оппозиционные медиа, и то пишут про то, что пропал Навальный и в Испании, и в разных странах Европы. То есть я специально упоминаю страны неочевидные, как бы, да, потому что понятно, что и в Германии, там, в Америке, и в Британии об этом написали, и во Франции. Но и в небольших странах, то есть людям просто непонятно, как такое может быть, что придеропозиция Маусла, что сидит в тюрьме, еще и пропадает неизвестно куда, и никто его не показывает. Поэтому надо, конечно, этот вопрос задавать и на этом настаивать. Но я подозреваю, что Путина этим не проймешь. И если принято решение его, так сказать, изолировать, его будут изолировать. И, может быть, опять же, я не прав, но транспортировка в Москву, если это правда, потому что доверять вот этой базе не стоит. Но Москва ведь это и место, где прекрасно можно изолировать человека. От того, что он будет находиться в Москве, он скорее будет под рукой находиться. И в какой-нибудь там секретной тюрьме ФСБ его можно просто изолировать так, что хуже, чем в любой самой дальней колонии. Поэтому, возможно, в этом и концепция. То есть не держать его далеко, а привезти его, и пусть он сидит под надзором в самом охраняемом каком-нибудь объекте ФСБ, и никто с ним не общается, потому что нельзя. Такое тоже может быть. Я, в общем, честно сказать, жду всех возможных сценариев, потому что Путин показал, что в отношении Навального это его фантазия воистину не исчерпаем. Да, к сожалению, тут я и поспорить, наверное, не смогу, даже если бы очень хотел. Но между тем, хочу перейти к другой истории, уже связанной с международной политикой. Так, Владимир Зеленский, он сейчас находится в Норвегии, но вчера он приезжал в США, чтобы попытаться лично убедить Конгресс дать Украине денег. Как мы видим, не получилось это сделать. Там довольно серьезная сумма, 60 миллиардов удалось только 200 миллионов получить от Джо Байдена. Какие вообще вы видите сценарии выхода из сложившегося кризиса? И можно ли это назвать кризисом или просто временной трудностью? Я думаю, что это в каком-то смысле кризис, потому что про это говорили люди и в начале этого года, и весь этот год, что этот год был, наверное, последний год для Байдена, когда он мог более-менее свободно вот этим всем заниматься. Потому что 24-й год – это год президентских выборов в США, и там уже все будет абсолютно подчинено президентской кампании. И уже сейчас все подчинено интересам президентской кампании. И большие были надежды, я, правда, не очень понимаю, на чем они строились, учитывая, что они не додали нужного оружия, то вот украинцы сейчас как-нибудь уже разберутся, что-нибудь хорошее будет, и Байден как с флагом с этим пойдет на выбор. А республиканцы будут в морду тыкать, что, дескать, вот видите, вы, значит, Байден молодец, правил. Сейчас они понимают, что до выборов, скорее всего, эту историю никак победой не закончить. Республиканцы и не хотят, чтобы Байден где-то вышел победителем, потому что они воюют, им вообще откровенно говоря, к сожалению, достаточно наплевать на то, что многим из них, на том, что происходит вообще по всему миру, там вот у них туннельное мышление, выборы в США, надо сместить Байдена, чтобы был Трамп, и, значит, вот это вот все. И они смотрят только через это. То есть вот я просто буквально только что на другом канале повторял и вам скажу, что продать вот этим циничным американским политикам, для которых партийная борьба накануне в президентских выборах важнее всего в жизни, идея, что борьба Украины с Россией – это эксценциальная свадка, борьба добра со злом, и надо все силы бросить туда, как это пытается представить Зеленский, очень сложно. Потому что для них это не эксценциальная битва добра со злом, для них эксценциальная битва добра со злом будет смеяться выбором президента США. И вот они готовы на все работать. Таковы реалии американской политики. Она действительно стала в последние годы очень партийной, очень расковатой. И это может привести к определенному эффекту домино в странах Европы. Потому что если американцы не считают своим долгом выделять украинцам большие суммы, то, что украинцы против, почему все остальные должны? Я не говорю, что это случится, но мы же понимаем, что любые критики, любые оппозиционные партии в любой стране Запада сейчас могут это поднимать на флаг и говорить, а что это мы должны? Американцы вот не хотят, а мы чего? Почему мы будем? Мы не будем. Это создает действительно кризисное явление. Я не знаю, как из него будет выходить руководство Украины. У него сейчас, очевидно, наступают тяжелые времена. И я надеюсь, что они что-то придумают. Потому что концепция, что вот как начался 22-й год, и все буквально аплодировали Зеленскому с утра до вечера, везде его встречали аплодисментами, все, что он просил, ему обещали, уже это явно не работает. То есть нужны какие-то другие, не знаю, другие способы доведения информации, менять что-то в концепции, я не знаю. Но вообще это очень тяжелая информация. Я не очень понимаю, как это можно решить. Без американских денег, без американской военной помощи, в лучшем случае, очевидно, Украина сможет просто удерживать нынешние рубежи. Это максимум, что вообще может быть. Причем не очень понятно, насколько долго. Но я не военный эксперт, мне сложно давать прогнозы. В любом случае, я считаю, что ситуация очень тревожная. Ну и, наверное, финальный вопрос задам. Вот мы знаем, что многие телепатриоты, они в том числе говорят о том, что вот приход Дональда Трампа может стать отличной новостью для Владимира Путина. Западные издания говорят то же самое. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть какие-то предвыборные заявления, особенно по примеру Трампа мы это знаем. А есть реальная политика, что там все бывает устроено сильно сложнее, система сдержек, противовесов и так далее, которая есть в американской политике. И вот на ваш взгляд, если так серьезно оценивать, насколько приход Трампа может стать серьезной проблемой для Украины? Очень серьезной проблемой может стать приход Трампа. И не потому, что Трамп какой-то любитель Путина. Потому что, к сожалению, это человек-самодур, который будет делать все поперек тому, что делал Байдет, как минимум. Плюс у него существует абсолютно такая, как у нас говорят, бизнесовая концепция поведения. Он считает, что можно со всеми прийти к взаимовыгодной сделке. Он, помните, пытался и с Ким Чен Ином встретиться. Правда, ни к чему это не привело. То есть он мастер такого самопиара. И он будет действовать в интересах вот этого самопиара. То есть ради того, чтобы красиво продать своим избирателям, а его избиратели, это прямо сказать, не те люди, которые глубоко погружены в контекст войны России с Украиной, продать им свою идею, что я президент-миротворец, который всех помирил, войну прекратил, неважно какой ценой, да, и ценой каких-то, так сказать, уступок и кому, для него это может оказаться важнее, чем какие-то моральные принципы. Вообще, если посмотреть на историю прошлых холодной войны, то выяснится, что президенты-демократы были гораздо более неприятными партнерами для Советского Союза, чем республиканцы. Почему? Потому что они как бы за реальную политику. То есть они как бы на словах такие вот за ценности, а в общем, когда дело доходило до практики, вон Никсон даже и с Мао Цзэдуном, так сказать, и покойный Киссинджер организовал контакты между США и Никсоном, и Мао Цзэдуном, хотя, честно сказать, Мао Цзэдун тоже был, так сказать, палач и кровопийцей еще космического масштаба, да. Почему нет, вопреки, наперекор Советскому Союзу, можно и с Мао Цзэдуном дружить, и не только с ним. Так, поэтому я бы тут на самом деле никаких иллюзий по поводу Трампа не питал, не питал. Я не верю, что он какой-то там агент Кремля, и вообще мир так не устроен, что все те, кто каким-то образом может сыграть в пользу Путина, его агенты. Но он вот, условно говоря, полезный идиот. Он ради достижения своих каких-то целей и ради мести, и ради еще чего-нибудь, может наломать дров. И, кстати, последнее, что скажу, это, конечно, сейчас, я не знаю, если вас смотрят трамписты, у них сейчас будет их соединение, все понапишут. Но вот нынешнее довольно разваленное состояние НАТО во многом связано с тем, что во время правления Трампа он начал активно ссориться с партнерами по НАТО и, в общем, дестабилизировал НАТО довольно сильно. Поэтому, несмотря на заявление трампистов, что при нем был порядочек, при нем как раз многие бомбы были завожены, которые сейчас и взрываются.